Всем привет, вы на игровом канале Паша Кинга и мы продолжаем проходить Half-Life 2. Мы, короче, на баге катаемся по шоссе номер 17, отключаем всякие силовые поля и продвигаемся, убивая попутно комбайнов, вот эти все их вертолеты, саны и тому подобное. Едем дальше. Ой, бля! А я думал, успею, а куда? А куда? Это хорошо, что я сохранился, вот с чего серия начинается со смерти. Так, а куда идти-то? Блин, ну че ты? Ресурсы потеряны. Короче, назад надо сдавать, да? А тут как? Да знаешь, что мы сделаем? Смотри, мы схитрим. То есть, скрипт срабатывает, когда мы едем просто туда. Бордон, смотри назад. Вот и все. Вот и все, смотри. Он проедет? Вот. Хитро-хитро. Только не останавливайся, пожалуйста. Проезжай, и все, и будь доволен. Что это было, блин? Ой, да ладно тебе. Смотри, но есть еще один. Да, да хорош, не можете это нас надолго так задержать. Хорош тебе. Сейчас пол серии будем херней этой заниматься. Давай, газово. Сейчас еще один вариант попробуем. Уааа. Ну, это по-отцовски было, согласись. Это было по-отцовски. Поехали вниз. Я совершенно забыл про шифт. Где, блин, фары? Почему нет фары? Мы же туннели. В туннеле ты обязан включать фары в туннеле. Потому что что? Потому что тебя должны видеть. Туннель не обязательно должен быть освещен. Песчаные ловушки. Замечательно. На нахрен. Блин, сейчас зомбарей будет полно, да? Ага, ага, ага. Хитрюга, да? Зомби. А я сейчас кому-то жопу-то надеру. Так, уже, если он и хотел встать, тоже не встанет. Ага, во, идут пацаны, идут. Ууу. Ага, и ушел. Клабрадбург. Понимаю, да? Ну нахер, действительно. Я, короче, помню, когда первый раз проходил. Ой, блин. Я вылезал. Я вылезал из машины, и так как отстреливал. И нафига, вот спрашивайте, я это делал, да? Застряла. На зомбаре, что ли? Ну там один остался, застрявший. Ну иди сюда. Ой, да хорош, ты маленький. Ну... Time to die. Замечательно. Гравит пушку мне, пожалуйста, гравит пушку. Я вообще помню, что ее на джи как бы спокойно можно выбирать, как горячая клавиша. В смысле нет? Да ладно тебе, грузовик тоже. Так, это нам сильно помешает. Все шины. А нам, в общем-то, ничего и не нужно тут. Ну давай осмотримся. Ой, да кам... Значит, секретное место есть. Значит, там секретное место. Никто тачку-то не угонит. Ага, идут, идут. Маленькие идут. Идут мои домашние животные. А ты откуда взялся-то? Да, и умерли они в один день. Я, в общем-то, могу эту дверь открыть, но я не хочу. Знаешь, а я не буду тебя убивать. Пока. Вот ему обидно, да? Вот ему грустно. Вот он идет, такой, больно, больно. А нет. А нет. А вот никак. Не хочу. Будь один. Будь один там. И умри со скуки. Понимаешь? Умри со скуки. Я не знаю, это так, наверное, лучше, когда я микрофон поднимаю или нет. Или вот так вот чуть-чуть. Вот так вот чуть-чуть. Не в смысле потому, что не хочешь у него смотреть. А в смысле звука. Вряд ли тебе нравится, когда я... Этот... Как оно... Иди сюда. Ой, да ладно, блин. Это... Этими зарядами стрелять тоже неудобно. Постоянно косишь. Гордон постоянно косит такими зарядами. Так, они сжигали трупы. Ну, как бы... Ну, а что делать? А что делать? Ага, прекрасная дверь. Хм. Дверь прям защитит. То, что ее заколотили. Давайте засейвимся. Мало ли, что сейчас приедет вообще. Мы же не знаем. Да. Это не очень умно. Заколачивать дверь, когда у тебя... Дыра в стене. Понимаешь? Может лучше заняться дырой в стене? Ух, блядь! Напугали. Хе-хе-хе. Давай, кто? Ты или я? Ты или я? Догонишь? Что это было сейчас? Блин, они проламывают. На самом деле, их бояться-то особо не стоит. Иди сюда. Иди сюда, маленький. До свидания. Это что такое? А-а-а. Я думаю, что это за НЛО тут такое? Пасхалочка новая. Имен нет? А так могла быть пасхалка. Знаешь, как и в объявлениях. Здесь могла бы быть ваша пасхалочка. А так нет. Троны, спасибо. И поехали. Видишь, шарики даже не успели за нами. А я не сохранял столько что? Да ладно, лишнюю не будет. Да, сохранился. Так, иди на. На, в колено прям. Понимаешь? Так, кто еще смелый? Остановись, пожалуйста. Этому в жопу прилетело, тому в коленку. Можно было его брать выше, но да ладно. Очень, кстати, очень мощный арбалет. С точки зрения, ты знаешь, как далеко он стрелял? Так, иди. Иди отсюда. Давай, лети. И ты тоже лети отсюда. Давай, зачистим эту всю территорию. Возможно, цель номер один. Возможно, цель номер один, да. Цель номер один, кстати. Нифига себе, мы цель номер один. Да нас ценят. Вон, пошел. Есть еще кандидат? Слушай, я не хочу тратить это. Арбалет. Я лучше так вот покажу. Посмотрим, может, тут патроны на него есть. Конечно, да, патроны. На арбалет. Да иди ты в жопу со своим дробовиком. Что-то как-то вообще скупо, да? Скупо комбайны живут. Вот ничего нет. Вообще, бомжи, аптечку зачем-то в туалете на пол кинули. Аптечки должны висеть в туалете, согласен. Но как бы на стене обычно их вешивают. Да не вот так вот. Моя голова, говорит он нам. Но, в общем-то, больше он ничего нам не говорит. Ай, солнце. Ловушка года, да? На самом деле, то, что мы тогда лишились машины, когда поезд ее сбил, это не так уж и принципиально. По сути, это... Ну, вот если как в жизни, да? По сути, это просто бы увеличило количество времени для перемещения. То есть мы были вынуждены идти пешком. Но с другой стороны, конечно, нас бы поимели все, особенно мурагины львы. Давайте смотреть, что здесь. Очередная ловушка, поди. То есть, понятно дело, что я там справа могу проехать. Но нам сначала осмотреться, потому что нас обшмаляют просто со всех сторон. Ты же понимаешь. То есть мы должны быть уверены. Например, вот такого... О-о-о-о! Это кореши. Кореша, да. Кореша. Так, нужны акумы. Я думаю, самое время сохраниться. Нужны акумы. Так, теперь не время экономить. Так, а эти козлы-то вообще смогут пройти? Нет, не смогут. На проходик-то и так есть. Сколько их высадили там? Один, два. Ой, и все. У-у-у-у-у! А ты что такой маленький? Карлик? Я думал, комбайны все одинаковые. Ну, это же типа не люди. Это же клоны. Да, типа клоны. Мы же будем в цитадели у них на фабрике. А это маленький, это неудачник. Комбайн неудачник. Ну, бывает. Ну, а что? Ну, вот такой вот он клон. Ну, что смеяться теперь над ним? Нет, конечно. Нет. Ну, только чуть-чуть. А давай ты не будешь так делать, Гордон. Так. В общем-то, мы запитали то, что нужно. Разве нет? Или еще нужен один? О-о-о. Ага. Иди отсюда. Хотя, слушай, они... По идее, у них есть элементы питания-то в этих шариках. Нельзя ли было его тоже использовать? Хотя это, наверное, как-то перенастраивать бы пришлось. Вот это вот... А, в общем-то, на то Гордон кто? Ну да, ловушка века. Гордон кто, вот скажи мне? Я тебе отвечу, кто. Он, блин, MIT заканчивал. А MIT это те не хухры-мухры. По-моему, где-то в машине это было. Нет? Еще один. Где? Не знаю, но где-то. Давайте проедем аккуратно. Засейвимся, проедем, а там потом найдем. По-моему, где-то в машине было комп. Не помню точно, но вроде да. Так, это что такое? В картишки кто-то играл? Да, это бесполезно. Капота Гордон не умеет открывать, и не хочет. Ты и так найдешь. Ты и так найдешь. Ну, конечно, найду. Я же сказал, что в машине. Память, 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 память не подведешь. Тем более в такой игре, как Халфа. Ну, то есть, это уже вообще бесец. Ага. Я думаю, надо текать. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Мало ли, там что еще сейчас появится. Я вот никогда не ездил по таким дорогам, где, знаешь, горы, туннели в горах. Никогда. Ну, я бы прокатился. Это, наверное, ну, прикольно. Это как горный серпантин называется? Или как? Ну, то есть, я бы как пассажир-то катался по горному серпантину в этой маршрутке. Как-то, когда тебя везут на экскурсию, допустим, или еще куда-то. Но вот сам лично, нет. Да я бы там путешествовал так. Это вообще круто. Вообще, путешествие, это круто. А, я же шмалять был готов. Ребят, я бы вас убил сейчас, случайно. Ну. Уберите ее с дороги! Кого? А, я понял. Понял, понял. Ладно, док. Дальше придется пешком. Вдоль утеса ведет тайная тропа, но мы не пойдем туда, пока не отразим атаку. Если вы будете сражаться с нами, это сильно поднимет дух отряда. Ну, понеслась. Транспортники-то на подлете, это замечательно. Ракеты есть? А то чем гасить-то их? Или тут только комбайны будут? Блин, это я зря, да? Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, понеслась. Ладно, короче, транспортники так надо принимать. А нахрена же мне сказали тачку завести? То есть, я бы сейчас на машине пулеметом бы их лучше косил. Где тот ублюдок, который у меня выстрелил? Зачем вы шмаляете... Зачем вы шмаляете в транспортник? Один. Два. Блин, они бессмертные пока выходят. Хорош, выпадет. Парни, а вы молодцы. Ну, смотри, а парни-то шмаляют нормально по ним. Ну, конечно, кривовато, но... Да ладно. То есть, ну, это заслуживает, заслуживает уважения. А мы сейчас гранатками. Давай, под сюда. И аккуратно, аккуратно, он будет пушками стрелять. Давай, давай, давай. На, лови, пацаны. Ага. Ну, это вообще изично было. Это было сверх изи. Бегу, бегу, бегу. Я займусь именно, мужики. Я займусь. А, у маяка, блин. А как ты понял, что он к маяку летит? Как вот ты понял, что он летит к маяку? Объясни мне. Они ж по очереди выходят, они ж глупые. Давай. Штурмовик! Риман, если есть пусковая установка, так на маяке полно ракет! Черт. Так бы сразу ты сказал, что. Ну, это было вообще изично. Это было сверх изи. Ну, там штурмовик, которого надо сбить. В этот раз уже точно сбивать надо. Так, мышка, не застревай, пожалуйста. Провод застрял. Так, нам дали еще и гранаты к автомату. Ну, понеслась. Хорошо. Хорошо. Ну, мы с тобой умеем это делать, как бы. Да, конечно, конечно, да. Э! Ты это дело брось. Так, пошли нахрен вниз отсюда. Блин, ты мешаешься. Да ты заманал! Ага, как тебе такое? Давайте зарядимся сразу. По идее, в него надо три раза еще четненько попасть. Ага, ага, ага. И третий раз. Блин, хп мало. Все, писец ему. Тут же есть хп наверняка, да я уверен. Замечательно. Зачем мне что, автоматом надо было в него стрелять? То есть, нафига, зачем мне игра дает автоматные патроны, которых и так дофига просто в машине, они бесконечные. Сюда, доктор Фриман. Свернем на горную тропу, пока нас не засек штурмовик. Нас? Или меня? Что-то мне сдается, ты имеешь в виду меня. Ты же никуда со мной не поедешь, правильно? Ты же не будешь меня лечить? А не помешало бы, если бы ты меня лечил в дороге? Вот просто, вот ходил бы за мной и давал аптечки. Так, бесконечное количество. Было бы вообще охренительно. Или машину мы вообще навсегда тут оставим? У меня такое чувство, что мы вообще с машиной распрощались. Куда? А, ну, самая беспалевная дверь. Все, прощаем и попрощались с машиной. Ну пока, 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 машинка, пока. Тачку украли! Тачку, суки, украли! Между прочим, серьезно, они угнали нашу машину. Так, да нет. Да, там еще и хэдкраб, он сидит, метится. Ага, пойду я туда. Естественно, да. Фанайд нам нужен только, чтобы понять, вообще есть тут хэдкрабы или нет. Давайте максимально аккуратно пойдем. Вот смотри, у этого автомата есть коллиматор. Почему из него нельзя целиться? Очень не хватает. А вот начинается мое любимое. Сейчас вообще мое любимое начинается с муравьевыми львами. Да, я правильно ж помню? Так. Тут никак не обойдешь. Вот этот песочек, по-моему, опаснее. Видишь, что даже переход есть в текстурах? Давай-ка. Понял. Блин. Боже, бедный Лазла. Лучший из своего поколения. И такой, конечно. Бедный Лазла, бедный Лазла. Мы в лагерь артигонтов надеялись достать приманку. Но эти треной не оставили нас в покое, но без Лазла. Какой смысл? Какой смысл, друг? Какой смысл? Я побуду с ним некоторое время. Я тоже не хочу, чтобы я не могу. Интересно, что он будет делать? Иди же. Надеюсь, тебя повезет больше, чем нам. Бедный Лазла. Держитесь подальше в места. Так и назовем серию. Бедный, бедный Лазла. Ну, на самом деле, давай честно. Тут можно прям заспидранить это место. Вот брать и бежать. Вот я почему-то уверен в этом. Я никогда этого не делал, но... Вот сейчас, думая об этом, я бы вполне, может быть, и заспидранил бы. Давай попробуем сделать просто красиво. Что ты делаешь? Туда кинь. Вот. Тихо. Так, давай-ка вот... Не, все-таки сюда. Тихо. Угу. А, все, жопа. Да какой перелом? Мать, успокойся. На самом деле, хп нормально так сняли. Фонарь не работает. Все. Так, а нам вообще куда? Скорее всего, туда, да? Не злите муравьиных львов, нам он сказал. Ну, я вот сильно сомневаюсь, что эта досочка нам сильно поможет. Вот теперь так тем более. Так, вон там будка есть какая-то. Аааа, все, понял. Понял, что нужно делать. Там какой-то секретный мест. Не застревай. Вот только сейчас не застревай, Гордон. Ни в коем случае. Я же могу оттуда камень, да, притащить? Ага, замечательно. То есть, сейчас мы вот так вот. Давай вот прям через сейф это сделаем. Красиво, чтобы было. Только не сыпьтесь. Я вашу физику. Ну, без этого никак, без этого упадет. А как ты хотел, физика, да, да, все, вес. Так, и побежали. ну ты понимаешь да ты понимаешь да как как нужно хренометражно гонять на видео да вот именно так жалко нельзя короче знаешь как схитрить чтобы граве пушка убери оттуда вот это вот говно вообще ну все она застряла там на мертво приплыли вот встать на этот лист и чтобы граве пушка подняла себя вместе с нами понимаешь вместе с листом меня вместе с листом на песец а чего так много то а можно было бы и пробежать ну я так не играю она застряла так а ящик нам нужно чтоб стоял здесь я сказал стоял здесь положил городом вот на досочке вот давайте засеиваемся чтобы это раз хорошо пробежать и потому что здоровья то на самом деле мало замечательно а я физику в школе любил правда учительница по физике не особо любила меня ну а что делать а по вообще никого особо не любила да да она оставила себе только плохие впечатления и воспоминания только плохие школа вообще хорошая стала серьезно на не новую учительниц физики плохие не ну а тут без вариантов тут прям туда вот и нам придется смотри вот так вот перемещаться давай засеемся опа так а можно его перезарядить а зашибись я могу на велик стать просто ведь на велик мне кажется очень глупо вставать так города не кидайся вещами нам необходимыми я как бы выкинь это вообще выкинь никогда не подбирай мы могли бы это вы ладно она она нам не нужно нас тут много всего всякой утвари интересно можно сейчас заспезранить кровать давай кровать как бы нам никто же не мешает за что-то брать не на кровать надо прыгать не хочу кровать это можно просто вот так вот делать другое дело то что там еще дырды а хрень как далеко идти это побольше поприятней подбери а у меня нет ну я как бы дробашом ты не пользуюсь она а стоило бы между прочим давай-ка вот так вот даже делаем они шпритык наступают эти муравийные львы че они такие злые блин ну конечно туда подожди а это уже не песок да ух бляха песок понял 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 пошло 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 в жопу я сказал да прыгни да гурдон запрыгнете умоляю но это задалбливает просто это уже задалбливает невыносимого давай еще раз за спидрунем я сказал не застрел он застрял я сказал за спидрунем а не застреление не застрелим городом да писяц а нам че не туда а куда подожди я еще отойди нахер вон пошли ну да нам вон туда так понятно че на меня лежишь смотришь так не надо давай объективный хилок много надо бежать надо бежать а не мозги трахать вот этим вот на самом деле тут все в любом случае рассчитано а никто не появится рассчитано на то что мы будем убивать так работают красава а это не шумно муравейные львы так то не полезут спидрунем 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 нахер не нравится да не нравится но в любом случае в жопе то есть они не перестанут наступать мы уже я думаю мы уже близки к концу побежали хоба нет я сказал хоба ой уйди уйди на тесно они вкусные ну как бы еда в конце концов так а ты че забыл отстал что ли от всех дурачок да совсем иди отсюда нельзя его подобрать так хорошо ща подбираем туда лук но тут только бежать ты же понимаешь тут явно не по бочкам нужно двигаться а сел живой уйди на это матка что ли много в тебя еще все прилегла и смотри даже не единого хп не потеряли пашни единого хп иди за нами будешь с пацанами а че у них на попе две дырочки такие временно будет мудр посмотрев как добывают феропонды из мервидонта процесс не очень гигиеничен поэтому лучше отойди эти фероподы понадобятся времену собирай их да они бесконечные замечательно спасибо бро пасиб бро а я все думали спрячете от меня и так такие штуки замечательно замечательно даже басецкого за этот уровень положили похоже у вас новые друзья у меня только и сделал чтоб новых и тут мы просим прощения не вежливо общаться сменой потоков перед теми у кого нет вортальных способностей да 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 мы озвучиваем свой язык из вежливости если только не говорим о вас плохо именно не говорят о нас плохо а вот я вас вообще ничего не говорю понятно сволочь у вортигонта почти у нас за ним за кем почему-то себе вы говоришь в этом другом в третьем лице чуть не сказал другом лице его сюда вещи сейчас времена научат меня эти работы запоминает как пасти уравненных львов с помощью пащу 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 именно было моей работы 1 подсу я это была просто привычка ну примен может все во всем ты клей что ли меня кадрит меня посмотри вортигон да 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 ну а дальше да хватит обучалку уже все забей на нее теперь внимательно надави на пиропот чтобы скомандовать гуравийным львам идти за собой примен показывает превосходство во всем а теперь этот должен попрощаться но вопрос уже недалеко я буду помнить это всю свою жизнь это изменило мое мировоззрение понимаешь свое учение оно изменило мировоззрение нажимать на шарик так ладно они с нами они теперь нормально теперь муравьи и львы нормальные замечательно замечательно давайте на этом мы серию тогда и закончим не забывай ставить колокольчик поддержать видос лайком прокомментировать его подписаться на канал если этого еще не сделал подписаться на группу вконтакте на мой инстаграм ссылочки в описании как и ссылочка с прохождением на весь халфайв всем спасибо за просмотр до встречи в следующей серии всем пока